Сирах, 3 глава. Дети, послушайте меня отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитается отца, почитающий очиститься от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа пощит отца, и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестия отца. Слава человека от чести отца его, и позор детям, мать в бесславии. Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение, и не пренебрегай им при полноте силы твоей. Ибо милосердие к отцу не будет забыто, несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспомянется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои, оставляющий отца то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою. Сын мой, веди дела твои скротостью, и будешь любим богоугодным человеком. Сколько ты велик, столько смиряйся, и найдешь благодать у Господа. Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным. Ибо велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется. Через меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай. Что заповедано тебе, о том размышляй, ибо не нужно тебе, что сокрыто. При многих занятиях твоих о лишнем не заботься. Тебе открыто очень много человеческого знания. Ибо многих вели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их. Кто любит опасность, тот впадет в нее. Упорное сердце напоследок потерпит зло. Упорное сердце будет обременено скорбями, и грешник приложит грехи ко грехам. Испытание не служит врачистом для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем. Сердце разумного обдумает притчу, и внимательно ухо есть желание мудрого. Вода угошает пламень огня, и милостыня очистит грехи. Кто воздает за благодеяние, тот помышляет о будущем, и во время падения найдет опору.